Новость дня, Fortnite наконец-то уже который раз за последний год вернулся на iOS, причем это не шутка, это не кликбейт, это не притянутая за уши история, это реально так, то есть ты прямо сейчас можешь взять свой айфон или айпад и тут же начать играть в Fortnite. Ола амигос, на связи Матвей, простите, что так резко, я даже отвлекся от подготовки к ЕГЭ, когда услышал об этой замечательной новости. Прямо сейчас я могу спокойно взять свой айфон, тут же запустить Fortnite и начать играть сколько мне влезет, при этом без всяких заморочек по учетной записи, чтобы она была записана на европейский или американский домен и без гигантских очередей, которые длятся несколько часов. Заинтересовал? Тогда сегодня. В этом видео я расскажу вам о том, как Fortnite вернулся на iOS совершенно бесплатно, без всяких ограничений по времени игры и при этом для сообщества СНГ. Но перед тем, как мы начнем, ребят, пожалуйста, поставьте лайк авансом и кто здесь впервые, обязательно подпишитесь, давайте поскорее добьем уже эти 30 тысяч подписчиков, ну хотя бы до начала моих экзаменов. Надеюсь, вы прислушались к моей просьбе и теперь давайте наконец-то вернемся к теме ролика. Все мы знаем, что в августе 2020 года популярная игра Fortnite пропала из App Store и Google Play. Epic Games просто решила поворотся с Apple и Google и внедрила собственную систему оплаты внутриигровых покупок в обход правил магазина. Игру сразу же удалили из магазинов, а по итогам судебного заседания, которое завершилось в прошлом году, судья разрешил Fortnite не возвращать. Геймеры таким исходом, конечно же, недовольны и все, кто хочет с этого что-то поиметь, используют шанс играть в Fortnite на iOS через GeForce Now. Это такой сервис по облачному геймингу, о котором вы все прекрасно знаете, на своем канале я не раз его упоминал, я и делал обзор, и рассказывал, как поиграть в Fortnite через него, но все получалось как-то коряво. Во-первых, он недоступен на территории СНГ, во-вторых, там нужно оставить гигантскую очередь, чтобы поиграть всего 15 минут, в общем, кайфа здесь нет, либо плати, играй коряво, либо вообще не играй. Но, ребят, мало кто из вас слышал про Xbox Cloud Gaming, это то же самое, что GFN, только от компании Microsoft. И совсем недавно они наконец-то выпустили Fortnite в своем сервисе, причем совершенно бесплатно и без всяких ограничений по времени. Более того, в этом сервисе Fortnite поддерживает типичное нам мобильное управление игры, которое есть и на Android, и было до блокировки Fortnite в App Store. Но, к сожалению, пока что игра доступна только в 26 странах, среди которых нет ни единой страны СНГ, но есть плюс, что эту блокировку можно спокойно обойти, просто включив VPN. Если честно, я уже играл в Fortnite через этот сервис на своем айфоне, и сейчас буду играть специально для вас на камеру, и я могу сказать, что эта штука реально работает. Да, определенно, задержки есть, потому что, во-первых, я использую бесплатный VPN, во-вторых, у меня хреновый интернет, но при этом игра запускается моментально, без всяких там очередей, и ты можешь играть просто сколько угодно. Да и заморочек для запуска игры тоже практически нет, тебе всего лишь нужно скачать какой-нибудь VPN и просто его включить. Короче, ребят, что я вам тут вообще рассказываю, давайте прямо сейчас запустим Fortnite через Xbox Cloud Gaming, поиграем и посмотрим, что да как. Собственно, вот тот самый Cloud Gaming от Xbox, кому интересна установка и игра Fortnite на iPhone, чуть позже на своем канале выпущу специальное шорт-видео, в котором расскажу, как это все установить и как поиграть. Сначала, конечно же, врубаем VPN, потому что без этого вообще сейчас никак, что-то долго, а вот, все подключилось, переходим и спокойно запускаем. Я уже вошел в свою учетную запись в Minecraft, поэтому сейчас вот с регистрацией мы никак терзаться не будем. Так, логин ин, грузится, ребят, если что, играю на LTE, вот, сразу у нас представлен Fortnite, так, accept, пофиг, play for free. И грузится, ребят, спокойно нажимаем play. Все, ребят, игра запускается без всяких очередей, спокойно просто берешь, запускаешь и играешь. Все, все, уже запустилось и не надо там несколько часов ждать, пока что там что-то там появится свободное место для игры. Вот, спокойно берешь и запускаешь Fortnite. Воооо, ребят, вот это я понимаю будущее. Так, ну все, игра у меня загрузилась. Так, это тупой трейлер, который мне нахрен не всрался. Опять. Так, все, я не хочу это все делать. Короче, ну вот. Так, выбираем вот это вот управление, конечно же. Гатт. Ну вот и все, мы запустили Fortnite на iPhone. Ребят, внимание, iPhone, без всяких очередей, совершенно бесплатно, играй сколько хочешь. Вот, все тут работает. Вообще, класс. Давайте, не знаю, давайте в творку зайдем. Сначала немного в творку поиграем, спокойно нажимаем играть. И игра запускается, как вот просто обычный Fortnite. Собственно, вот творческий режим наконец-то запустился. Как вы можете заметить, типичное нам привычное мобильное управление. Его также можно настроить в настройках. Так, вот сюда нажимаем. Где здесь? Hood Layout 2. Вот, типичное мобильное управление. Спокойно регулируешь, как тебе удобно. Но это не мой основной аккаунт, поэтому я ничего здесь трогать не буду. Это мне не надо. Ну, как сам факт, ребят, игра спокойно себе функционирует с привычным нам мобильным управлением. Конечно, не совсем спокойно в связи моих своих возможностей. Но, ладно, давайте зайдем, попробуем что-нибудь сделать. Так, ну вот, спокойно заспавнился на острове. Давайте приземлимся и попробуем что-нибудь поделать. Опять же, ребят, конечно же, лаги есть. Прям иногда дикие. Ну, это, я считаю, как бы, такая особенность конкретно моего геймплея, потому что VPN у меня, ну, просто ужасный. Ну, а так, ребят, спокойно играет, ребят. Если заморочиться, то... Ну, как заморочиться? Просто купить платный VPN и иметь хороший интернет, то можно спокойно играть в Fortnite своего айфона без всяких проблем. Во, вообще с кайфом, ребят. Ну, я считаю, это реально какая-то лютая имба. Прям пипец просто. И вот именно этого я и ждал от GFN. Ну, от GFN там полное дерьмище, там несколько часов ждать, да еще всего 15 минут игры. А здесь играй сколько хочешь, вот, без всяких очередей. Я считаю, это реально прорыв. Это реально можно считать как возвращение в Fortnite, именно мобильного Fortnite на iOS. И я думаю, что в ближайшие несколько лет, пока что Fortnite официально не появится в App Store, это будет один из самых лучших и единственных способов поиграть в Fortnite на вашем айфоне или айпаде. Собственно, что, спокойно строимся. Ну, нормально, слушайте, не, подлагивает, конечно, иногда люто. Но, в принципе, в принципе, ребят, опять же, бомжатский VPN у меня стоит и мобильный интернет, ребят. Если вы все это вот эти нюансы у себя подправите, то, думаю, будет вообще идеально. В общем, гайд по запуску Fortnite через Xbox Cloud Gaming будет чуть позже на моем канале в видео в формате Shorts, поэтому, ребят, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и на сегодня у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр и если это видео было для вас интересным, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пишите в комментариях, в каком, по вашему мнению, году Fortnite вернется в App Store и как вам Xbox Cloud Gaming. Было бы интересно узнать ваше мнение. А если ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово «Облако». Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца. Ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции, дорогие подписчики, с вами, как всегда, был Матвей. Асталояго!